Валерий Валерьевич, хочу задать вопрос. Вы в своем выступлении сказали, что планируется на законодательном уровне и разграничить движимое и недвижимое имущество в целях обложения налога на имущество? Вы можете нам уже какие-то, может быть, проекты, как вы это хотите сделать? Потому что, насколько мне известно, никто пока не смог предложить какого-то такого решения этой глобальной проблемы. Совершенно верно. Спасибо за вопрос. Я в своем выступлении сказал немножко не так. Я сказал, когда бизнес будет готов перейти полностью к обложению налога на имущество по кадастровой стоимости, тогда возникнет вопрос о четком разграничении, что такое объекты движимого и недвижимого имущества. Поэтому мой встречный вопрос к вам. Бизнес готов к полному переходу на обложение объектов налога на имущество по кадастровой стоимости? Ответ нет. Я не могу за весь бизнес отвечать. Я могу только сказать, что у бизнеса проблема подвижен и недвижен. Совершенно верно. Вот слышите. Мы предоставили заключение деловой России, которое разделилось по полурам, где половина объектов считает, что они готовы, а все, кто занимается промышленностью, категорически заявляют, что они не готовы переходить на эти деньги. Тогда еще маленькая ремарка. То есть Минфин не собирается решать проблему разграничения движим-недвижим в целях обложения налога на имущество? Сейчас есть судебная практика, которая складывается по разграничению объектов. И, соответственно, мы сейчас в своей работе ориентируемся на судебную практику, которая формируется. Но вы же знаете, она не единообразная по региону? Она не единообразная, потому что очень много конкретных ситуаций. И каждую конкретную ситуацию надо взвешивать с учетом всей совокупности факторов, влияющих на это. Вроде бы вы до этого на принципы налогообложения ссылались. А где же пределенности? Вы хотели 30 секунд занять. Спасибо. Время. Давайте мы, может, в принципе налогообложения, определенности будем делать. Как мы будем платить налог на имущество, если мы будем взываться на конкретные случаи судебной практики? Здесь в любом случае судебная практика, она формируется. И она, естественно, формирует те подходы к налогообложению, которые и вне объектов недвижимого имущества, которые есть. Опять-таки в силу того, что очень много различных ситуаций. И возможно в налоговом кодексе все их предусмотреть. Поэтому, если вы говорите о единых принципах налогообложения, принципах определения, что такое объект недвижимого имущества, сделать единые принципы от бизнес-ассоциаций, давайте их все вместе рассмотрим. Одно предложение. 374-го статья налог на имущество. Только облагать объекты, которые внесены в зарегистрированном и установленном порядке в едином реестре на недвижимость. Все? По кадастровой стоимости. Все проблемы уйдут. По кадастровой стоимости. Это вопрос... Ну, коллеги, ну и принцип же должен соблюдаться со всех сторон. То есть если вы говорите, что давайте только те отношения тех объектов, которые учтены в ЕГРН, правильно? Да. Значит их всех по кадастровой стоимости надо облагать. Нет, ну это объект мы можем... Коллеги, ну мы же говорим о единых принципах. Нет, мы говорим о единых принципах. Если вы говорите, что единые принципы, берем все объекты из ЕГРН и облагаем по кадастру, это возможный подход. Но я не уверен, что бизнес-сообщество вас поддержит. Ну, мне кажется, вы чуть-чуть лукавите в данном отношении. Ну, давайте спросим бизнес-сообщество. Я здесь лукавлю, не лукавлю. Есть бизнес-объединение. Давайте их спросим. Ваше предложение заслуживает внимания. Давайте спросим. Все объекты по кадастру, которые зафиксированы в ЕГРН. Правильно я суммирую ваше предложение? Нет. Про кадастру это ваше предложение. По моему предложению по все объекты, которые зафиксированы... Нет, смотрите, я двигаюсь вам навстречу, а вы стоите на своем. То есть любые переговоры – это движение навстречу двух сторон. Поэтому как только мы начнем вместе двигаться навстречу, тогда мы найдем общее решение. Ну, хорошо. Спасибо большое. Алексей Валерьевич, мастер переговоров. Спасибо большое. На самом деле это принципиально бы изменило вообще все наши сегодняшние споры, потому что и бизнес был бы готов абсолютно мотивированно оплачивать соответствующие налоги в связи с тем, что ценность имущественного комплекса возрастает кратно, потому что если за ним будет стоять публичная оферта государства, то инвестиции, которые можно привлечь под залог этой недвижимости, просто увеличиваются в три раза автоматически. Банки не будут их дисконтировать. То есть государство будет получать больше, потому что объективно, если посмотреть в целом по стране, то у нас сейчас есть некая недооценка. А третий момент – у нас рыночная оценка, то не надо будет доказывать конкурентным способом. Сам рынок докажет. Если государство будет выкупать по этой цене, будет понятно, что это будет приближено максимально к рыночной, минус 10%, как это происходит во Франции, например, или как это происходит, например, в Соединенных Штатах. Появляется смысл кадастровой оценки. А сейчас это просто, знаете, жонглирование цифрами. Предложение интересное, конечно, просто у государства должны быть и в главном образе муниципалитетов должны быть деньги на выполнение этой своей публичной функции. К сожалению, в сегодняшних условиях пока у субъектов и муниципалитетов есть иные направления расходов и средств. Поэтому, возможно, если мы со временем приведем к оффициентному бюджету, и ситуация с бюджетами в субъектах состабилизируется, и муниципалитеты главным образом, это предложение можно будет рассмотреть. Но в сегодняшних условиях, к сожалению, это просто невозможно, потому что нет денег. Если Москва с таким предложением обратится, можем его рассмотреть. Но еще раз подчеркиваю, в любом случае, кассовый разрыв у субъекта возникнет при выполнении своей такой публичной функции. Потому что ему объекты сначала он будет забрать, потом его надо будет продать. У него все равно будет в моменте расходования денежных средств. И сейчас самый неподходящий момент для введения таких новаций. Поэтому, в целом, если Москва выступит с таким предложением, давайте его рассмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова